Приветствую вас, я этот ответ так назову, почему-то мне сложно дается решение. Данный вопрос я читать не буду, потому что он изобилует фактами, но фактами достаточно такими точными, которые, в общем-то, просто подтверждают то, что человеку сложно дается решение, да? Вот, как, например, значит, вот, человек пишет, работала в более крупной фирме, вот, всем нравилось, только в последнее время главный бухгалтер вел себя как сволочь, тихущница, заглази одно, за спиной другое. В итоге в коллективе начался разлад, на меня свалили много работы, плюс коронавирус, в итоге после мучительника обдумывания я решил уйти. Вот, то есть, как бы, да, в общем-то, парадигма ясна. Нравятся люди, нравится работа, нравится коллектив, ну, вот, главбук ведет себя как-то вот не так, и, в общем-то, все. Человек после мучительника обдумывания решает уйти. Вот, также привлекнула следующая история, что человеку хочется... Сейчас ее зовут на работу опять. Вот, там, где она работала, человеку хочется, чтобы ее позвали сами. То есть, по сути, это... что такое, по сути? По сути, это желание того, чтобы за нее приняли решение. Вот, то есть, очень, действительно, человек, человеку сложно принимать решение. На мой взгляд, на мой взгляд, здесь речь идет о, с одной стороны, страхах, а с другой стороны, речь идет про завышенные отношения к себе. То есть, с одной стороны, я чего-то, чего-то боюсь, с временем пытаюсь этого избежать, не очень понимаю, чего я боюсь. Вот, ну, просто вот, не очень понимаю, чего, что меня страшит. Вот, это... это с одной стороны. С другой стороны, у меня вот к себе есть такие ожидания, что я, там, грубо говоря, хочу быть, например, ценным сотрудником, я хочу, чтобы меня позвали. То есть, я все время ожидаю от себя, что я буду, вот, кем-то. Вот, я буду кем-то, кем-то, ну, вот, как бы, как-то вот эти ожидания, они, что называется, периодически разбиваются о реальности, которые как-то вот не подтверждают. Вот, и человек оказывается в ловушке, когда, с одной стороны, есть реальные навыки, есть реальные возможности, есть реальные какие-то ресурсы для того, чтобы занимать достойное место в и коллективе, и в обществе, и в карьере, и так далее. А с другой стороны, есть вот такая вот история, когда человек вообще просто, вот, ну, чувствует себя очень в подвешенном состоянии. Вот. Что здесь нам нужно в первую очередь увидеть? Нам нужно в первую очередь увидеть, что это проблема страхов. Человек очень сильно боится. Вы очень сильно боитесь. Автор вопрос. Вы чего-то, чего-то боитесь? Ну, нужно, на мой взгляд, постараться понять, чего вы боитесь. Вот. Нужно, на мой взгляд, постараться увидеть этот момент. А, чего вы боитесь-то, собственно говоря? И так ли это всё вот на самом деле? То есть, так ли это всё страшно, чего вы боитесь? И что-то делать, в том числе, с этим, с этим страхом, если он присутствует? Если он есть. Это, вот, с одной, с одной стороны. А, с другой стороны, вы очень, как будто бы себе не доверяете, как будто бы вы боитесь совершить ошибку. Вот. Это тоже очень бросается в глаза то, что вы боитесь, как будто бы совершить ошибку. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, вы относитесь к возможной своей ошибке. Не просто, как к ошибке. Вот. А к чему-то очень страшному, к чему-то очень негативному, к чему-то очень болезненному, и так далее. Возможно, из-за ответственности. Да? То есть, вот, очень часто, когда у человека есть проблема, вот, с ответственностью, когда у человека есть трудности с разграничением ответственности. Вот. Такие моменты возникают, к сожалению. Вот. И это вопрос уже больше внутреннего нет такого, да? То есть, как бы, вот, внутри себя, сам себе, как бы, говорит, что он, ну, нет, я не буду, я не хочу, нет, я не могу, например. Да? То есть, это вот, тоже такой, в данном случае, довольно важный элемент, который, на мой взгляд, здесь не уделяется внимания. Вот. Но, в целом, в целом, в целом, в целом, это, конечно, тревожность. В целом, здесь это, вот, очень, такая, ярко выраженная тревожность. и нам, как мне кажется, нужно, в первую очередь, именно эту тревожность снимать. Потому что, ну, как, вот, я надеюсь, да, как, я надеюсь, вы, понимаете, сами, может быть, что, вот, тревожность, она, так вот, ну, так, просто, не уйдет. Вот. Тревожность, она, так просто, не, не исчезнет. к, ну, к сожалению. Вот. Поэтому, нужно, вот, работать, в данном случае, вот, с этой историей. И учиться доверять себе, учиться, повышать уровень, а, 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 того, вашего, эмоционального, интеллекта. Вот. Который, сейчас, на мой взгляд, у вас, ну, находится, на ученике, муру. Вот. Не путайте. Вот. Не путайте, пожалуйста, на что-то, с интеллектом классическим, вот. Абсолютно, ничего, как бы, общего, не имеет, не имеет, классический, интеллект, и, интеллект, эмоциональный. Вот. Вещи, это, совершенно, разные. Надеюсь, что вы, это, понимаете, для, себя. Вот. Поэтому, с этим, вот, тоже, нужно, как, как мне, кажется, работать. Вот. Понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. Вот, как-то, как-то, так, сволочи, на, на работе, будут, всегда, не были, если будут. Но, если, давать, этим людям. А, ну, если, как бы, над собой, вот, такую, власть, какую, вы, ну, вот, в данном, случае, даете, то, на мой взгляд, ну, как бы, всегда, всегда, вы будете, вот, тревожиться, вот, всегда, вы будете, переживать, вот, потому, что, всегда, у этих людей будет, будет возможность, вам, что-то сделать. Ну, вот, к, сожалению. Поэтому, мне, мне кажется, что, вот, конкретно, сейчас, очень много, вашей энергией, тратится, не на то и не туда, ну, а, хорошая новость заключается в том, что, этому, можно, помочь, хорошая новость заключается в том, что это можно подкорректировать. Вопрос только у вас, вопрос только вам, как бы хотите ли, готовы ли и так далее. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, за позволить вам начать работу над собой, работу с приводностью, работу с эмоциональным интеллектом, работу с ограничиванием своей ответственности и так далее. Желаю вам всего самого доброго, обращайтесь за помощью, ла-ма-на, бригадиры.